Вот такая вот дорога на проспекте мира. И не только на проспекте мира. Большинство зареченских улиц теперь можно не только увидеть из окон автомобиля, но и услышать. Правда, звук этот автомобилистов совсем не радует. Скорее наоборот. Поймав на дороге яму, водители начинают судорожно прикидывать, во сколько обойдутся новые диски, шины и ремонт подвески. И задумываться об этом с наступлением весны приходится все чаще. Вот сейчас вот под этими лужами не видно порой даже, где находится эта яма. Можно так хорошо влететь. С Егором так и случилось. Правда, не в Заречном, а на подъезде к нему. Возвращалось темно было. Я не заметил под колесами яму. Был жуткий удар. Погнуло диск. Машина, колесо спустило тут же. Машина упала на обода. Чуть-чуть не улетел в кювет. Слава Богу, ехал не сильно быстро. И смог удержать машину. В Заречном особо не погоняешь. Скоростной режим ограничен. Однако и на 40 км в час проблем на дорогах хватает. Я ехал по нашему всем известному кольцу. Попал в колодец. При ударе об эту яму у меня слетела задняя колодка. Начался хруст не только при торможении, но и при самой езде. То есть пришлось ехать на станцию. Ремонт, работа. Очень неприятно. Это бьет по кошельку. И таких примеров масса. Плюсы в таком состоянии дорог видят разве что сотрудники госавтоинспекции. Мало кто решается превысить скорость. И работники станции техобслуживания, которые зарабатывают на ремонте машин. Утешает, что горевать автомобилистам осталось не так долго. Пока первая очередь ремонта, который нам предстоит сделать до конца мая месяца. Это 4 дороги, 4 адреса. На это нам выделено пока 15 миллионов рублей. Торги уже объявлены. 4 апреля срок подачи заявок. К ремонту, согласно графику, который у нас есть, мы приступаем в где-то 2-3 декады апреля. Уже есть перечень дорог, которые отремонтируют в первую очередь. Это проезжая часть на проспекте Мира. От 20-й дороги до перекрестка с улицей строителей. Дорога на перекрестке 30-летия Победы от Театра юного зрителя до перекрестка по нечетной стороне. Участок улицы Светлой от Заречной до проспекта 30-летия Победы и перекресток улиц Ленина за Речная строителей. Также первое дорожно-строительное управление должно по гарантии отремонтировать проезжую часть на улице Конституции. Этим дело не ограничится. Капремонт остальных проезжих частей отложили на второе полугодие. Ну а там, где асфальтовое покрытие не требует полной замены, сделают текущей. Конечно, многое будет зависеть от финансирования. Реконструкцию проезжих частей оценивают в 54 миллиона рублей. Это без замены бордюров. Но, как говорится, человек полагает. А пока водителям придется осторожничать на дорогах.